Эдвард Сноуден не просил о помиловании у президента США Барака Обама. Вместе с тем он благодарен правозащитникам, которые обратились с таким призывом от его имени. Об этом бывший сотрудник американских спецслужб сообщил во время видеомоста Москва-Нью-Йорк. Я абсолютно доволен решениями, которые принял раньше. Но не мое дело определять направление развития нашего общества в будущем. Я полагаю, что это должно быть объединенное, многостороннее решение. При этом мы должны попытаться исключить влияние конкретных людей, в том числе и меня. И именно поэтому я не прошу персонального прощения и никогда не буду этого делать. Международная правозащитная организация Amnesty International и Human Rights Watch призвали Обаму помиловать Сноудена. Накануне в интернете заработал сайт для обращений в поддержку этой петиции. В защиту Сноудена выступил и бывший кандидат в президенты США Демократической партии, сенатор Берни Сандерс. Он считает, что бывший сотрудник спецслужбы сделал благое дело. Он показал, насколько серьезно Агентство национальной безопасности превышает свою полномочия и нарушает конституционные права американцев. В то же время пресс-секретарь президента США Джош Эрнст заявил, что речи о помиловании Сноудена не идет. Господин Сноуден не признан виновным в данном конкретном случае, но его обвиняют в преступлениях. И администрация Белого дома, как и сам президент, считают, что он должен вернуться в Соединенные Штаты. Сноуден должен лично предстать перед судом по серьезным обвинениям в его адрес. Ему, конечно, предоставят все права, которые юридическая система США гарантирует американским гражданам, которых обвиняют в тяжких преступлениях. На родине Сноудена предъявлено обвинение в нарушении двух статей закона о шпионаже. По каждому из этих пунктов ему грозит до 10 лет тюремного заключения. Три года назад он передал прессе секретные материалы о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство в России. Продолжение следует...